Друзья, всем привет и сегодня мы продолжаем исследовать модострой третьего фаркрая. В прошлый раз я показывал вам самый крупный первый мод под названием Ziggis Mod, извините за тавтологию. Если вы его не смотрели, ссылка на этот ролик будет вверху справа в подсказке, не забудьте проверить. Итак, по ремейкам мы с вами прокатились, по первым сюжетным кампаниям тоже. Пришло время вернуться к обыкновенным кастомкам и что мы с вами еще не зацепили, правильно, что-нибудь хардкорное. Итак, в модострой третьего фаркрая существует огромное количество хардкорных паркур-карт, смысл которых добраться с точки А до точки Б, при этом, естественно, не помереть от падения с высоты. Но, знаете, я лично считаю, что третий фаркрая, в отличие от того же Dying Light, не особо подходит под это дело, поэтому там скорее нужно просто соблюдать правильные тайминги. Так вот, сегодня мы посмотрим на одну достаточно интересную карту, которая совмещает в себе немного элементов паркура, а также хардкорности в плане просто сложности прохождения мапы. Надеюсь, что вы усилились поудобнее, надеюсь, что вам это дело понравится. Ну а я пока заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Небольшая короткая рекомендация и мы с вами немедленно приступаем. Друзья, если вы любите красочные скетчи на любимые игры, советую посетить канал Нематроника. На протяжении года смотрю за его контентом и он, как всегда, на высоте. Прекрасная работа с оригинальной подачей и качественным монтажом. Приправляется материал различными анбоксингами и обзорами глобальных модификаций, сопровождаемые детальным анализом проекта. Ссылка на канал Нематроника будет в описании к ролику, залетайте и наслаждайтесь качественным контентом. Итак, друзья, мы с вами непосредственно начинаем. В общем, на старте у нас всегда имеется калаш, но я буду слушаться игру, поэтому, да, возьмем здесь Desert Eagle. Так, это дело мы с вами забрали, и да, я понимаю то, что карта выглядит уже довольно необычно, поскольку, что это вообще за бочки наверху. Короче, на самом деле, эта карта является ремейком к одной довольно старой игрушке. Если до конца выпуска вы поймете, что это такое, напишите в комментариях. Если не поймете, то я скажу в самом конце. Почему-то этот пират меня не видит. Ну да и ладно. Так вот, что из себя представляет данная карта? Как видите, да, это самая обычная прямая паркур-карта, и вон в конце имеется какое-то здание, до которого нужно дойти. Это будет финальный босс-файт. И как я говорил, да, карта совмещает в себе элементы паркура, но на самом деле немного. Но больше хардкорности. И вот, кстати, эту бочку я не уничтожил. Самое главное, да, чтобы противники по мне, соответственно, не попали. Также нужно обращать внимание на вот эти вот трубы, которые здесь находятся, поскольку часть из них, по-моему, можно прострелить, и там будут находиться какие-то секреты. Не знаю точно, где и какие именно, потому что карту проверял только до первого поворота, но тем не менее. И лестницы, кстати, как-то слишком сильно идут вверх, вам так не кажется? Здорово, мужики, как у вас дела? И почему-то они не попадают по мне. Не знаю, какая-то реакция у них немного заторможенная. Мужики, до свидания. Кстати, можно еще учесть тот факт, что если вы здесь свалитесь вниз, а тут невидимых стенок, если что, нету, то также карту можно будет начинать заново. То есть, я говорю, любая оплошность, и ты карту просто начинаешь заново. Давайте подорвем бочку. Почему-то я... О, нормально, дострелил до нее. Там у нас с вами куча собак, куча пиратов. Давайте спрыгнем, мы попробуем с ними сразиться. Но, по-моему, это была не самая лучшая идея. Так, да подождите вы, я еще не готов к этому делу. Не, реально, нужно было остаться наверху и попытаться с ними разобраться. Подожди, я могу сюда спрыгнуть? Да, урон здесь я не получаю, окей. Я понимаю то, что это довольно странно выглядит, да, но тем не менее оно все равно работает. Ладно, пошли отсюда. И Джейсон? Джейсон, ты угораешь надо мной? Ну, короче, это рип. Я просто спрыгнул в эту хрень, чтобы похилиться, и в итоге... Ну и, как я и говорил, да, получается одна оплошность, и перепроходи карту полностью заново. Только в этот раз нужно, во-первых, проходить ее повнимательнее, нужно уничтожать все бочки, потому что хреново знает, какая из этих лестниц ведет именно в ту сторону, которая тебе нужна. Понимаешь, как говорится, тут может быть лестницы три, например, да, но тебе нужна только одна из них. Во-первых, нужно подбирать маршрут, во-вторых, нужно искать еще бонусы, которые тут расположены, и в-третьих, вообще нужно быть внимательным. Но так как я человек невнимательный, поэтому не удивлен, что эту карту я не смог пройти с первого раза. Пожалуйста, умри, братан. Я не знаю, куда ты там смотришь, но ладно. Итак, а в этот раз, значит, я выпендриваться не буду, а если я просрую эту попытку, то, скорее всего, я просто возьму калаш потом, в следующий раз. На самом деле, тут собаки даже не так страшны, я считаю. Тут самое главное, это снайпера, который находится вон там наверху. Я пытаюсь бочку эту подорвать, но, по-моему, ни хрена не происходит. Ладно, пойдемте, придется прятаться тогда за лестницами. Ну, а что еще остается, да? Вон там наверху находится снайпер, и в следующий раз я реально беру калаш, даже готов, на самом деле, за ним вернуться, лишь бы сейчас хоть как-то попробовать дострелить дотуда. Охренеть. Карта, как видите, кстати, полностью открыта. Да. Карта, как видите, полностью открыта. Это, собственно, означает то, что хрен, ты спрячешься здесь от противников. Да, поэтому я выбираю легкий уровень сложности на этой карте. Да, поэтому калаш при мне с самого начала. Давайте сначала с собаками разберемся, они тут самые важные, я считаю. О, нормально, я даже, кстати, наконец-то до бочки, да, эту дурацкую дострелил. Ну и все, осталось только разобраться с охранниками, которые вон там стоят в самом конце, и можно, в принципе, уже прорываться. Ну, типа того, да. Да еб... Слушай, я уже каким-то бредом попахиваюсь. И я не удивлюсь, что в один прекрасный момент я просто дойду до какой-то ключевой точки и у меня даже крашнется игра. Ну, такое как бы тоже бывает, это нормально. Ну, слушай, я нашел хотя бы, наконец-то, идеальную точку, где снайпер меня не видит. Это, конечно, не то чтобы, да, сильно облегчает геймплей, потому что те солдаты все равно попадают, учитывая разницу в расстоянии здесь, да. Слушай, вон он, по-моему, вон тот самый снайпер, который меня постоянно убивал. И теперь он просто перебежал в какую-то другую сторону. Ладно, хрен с ним. Так как большинство солдат я все равно здесь уже устранил, я думаю, можно забраться чисто наверх, и там уже, может, какое-то укрытие хотя бы можно будет найти. Здесь же можно, кстати, поменять оружие на МП-5. Ну, я так понимаю, это нужно делать по канону, да? Типа, меняешь оружие каждый раз, поскольку и противники могут быть посложнее. Может быть, потом джигернауты какие-то подъедут. Так, ну здесь уже паркур-элемент. Вот сюда. Ну, как бы, знаете, да, вот таких вот карт с подобным паркур-элементом на самом деле много можно найти. Но, опять же, там, скорее всего, будет зависеть от того, в правильный летайминг нажмешь там клавишу пробел, условно говоря. Последнего солдата палю. Братан, пожалуйста, отваливайся. Слушай, скорострельная штука эта МП-5 на самом деле. Да и отдачи у него практически нету. Если бы этот солдат, кстати, стрелял гораздо чаще по мне, он бы мне, мне кажется, давно уже сбрил. Брат, пожалуйста, ну дай фору. Укрытий-то нету. Назад как бы тоже спрыгивать нежелательно. Поэтому придется воспользоваться еще одной лестницей. Вот, надеюсь, вы, кстати, уже поняли, что это за ремейк карты. Но, ладно, если еще не догадались, тогда подождем. Так, ну здесь я вроде расправился со всеми, да? Давайте посмотрим. Оружие, кстати, с них взять нельзя. Это что такое? Это, а, это кусок бочки, который тут остался. И я так понимаю, это середина карты. Вот этот вот помост небольшой, да, который здесь был построен. Вообще, сегодня должен был выйти ролик про самый первый мод в серии Far Cry. Именно с которым я столкнулся когда-то в далеких нулевых. Дайте, кстати, знать в комментариях, интересно ли вам эта тема, поскольку мне было бы интересно зайти в мод на Far Cry первый, которому там лет, по-моему, 14 уже примерно. И чисто посмотреть, каким он был, что с ним стало. Как он, так скажем, воспринимается, я бы скорее назвал. Ладно. Блин, я не могу там убить солдат, поэтому я предлагаю зарашить маленько. Вот, кстати, один из тех самых снайперов, которые мне постоянно здесь досаждали. Наверное, братья MP5 в этом случае не самая лучшая идея была, поскольку оружие, ну, такое себе. Опять же, да, здесь если неправильный тайминг соблюдать, то всё. Часть противника вообще вниз решила улететь. Она, кстати, помечается здесь на карте. Часть из них находится прямо вот под тобой, и она тебя не видит. То есть она Джейсона вообще не воспринимает на этой карте. А часть собак вообще, да, висит в воздухе. Эти идиоты ещё и гранаты ведь здесь кидают. Заметь, кстати, что гранаты стал кидать только именно вот этот чувак. До этого, по-моему, ни один пират вообще не удосужился это сделать. Так, эту штуку можно уничтожить? Слушай, по-моему, да, можно. Поэтому... О, чёрт! О, чёрт! Спокойно, Джейсон, нормально. Это, так скажем, бонусный уровень на этой карте. И, как видите, он здесь весьма и весьма странный. Тут просто миллион солдат, которые столпились в одной трубе. Соответственно, если ты их не можешь победить, ты можешь просто вернуться обратно. Но, по-моему, они здесь настолько охрененно застряли. Да, то, что сначала столпились в одну кучу, и, как говорится, попробуй с ними расквитать. Да, они блочат здесь друг друга. Бедные вот эти вот духи из трипов Джейсона и сюжетки. Слушай, у меня такое чувство, как будто их там бесконечно, или что? Вот, вроде бы, и всё. Да. Охренеть тут духов было. Короче, это, так скажем, бонусный уровень. Это одна из тех вещей, о которых я вам говорил в самом начале. Если вы прострелите вот эти трубы, то можно попасть вниз. Ну, серьёзно, есть ещё люди, которые не догадались, что это за мапа. Ну, ладно, до конца ролика, наверное, ещё немного осталось. Окей, ещё один призрак, который почему-то решил остаться здесь. Ну, да и ладно. Так, и наверху у нас что здесь? Правильно. Ну, да, как я и сказал, секреточка. Собственно. Я думаю, нужно взять какое-то оружие помощнее, типа вот... Что это? ПКМ какой-то, да, условный? Ну, вот возьмём его. Хотя нет, возьмём вот эту вот штуку. Это ДМР-14, по-моему. Так, окей, здесь, значит, можно под воду, но я не знаю, есть ли там что-то... Я так понимаю, для того, чтобы вернуться обратно, нужно просто воспользоваться лестницей. Да, это, видимо, просто для дополнительного маршрута штука была поставлена. И надеюсь, что сейчас, кстати, сзади дополнительные вот эти вот призраки не появятся, поскольку бонусный уровень бонусным уровнем, но всё же не хочется заново с ними расквитаться. Окей, мои любимые псины меня там уже заждались, я уже слышу, как они орут. Вот, вылезаем, да, прекрасный свет озаряет лицо Джейсона, но вот, к сожалению, геймплей заставляет идти дальше, да? Ладно, спрыгиваем вниз. Значит, что у нас тут? Вот этот самый храм, который нам нужен, это, как я говорил уже, концовка данной карты. Вот, кстати, эти собаки, они здесь, к счастью, не могут пока что добраться до Джейсона. Это хорошо. Слушай, с ДМР-кой, кстати, в Far Cry вообще, по-моему, не играл. И если бы я играл, я бы точно эту анимацию запомнил здесь. Труба неуничтожаемая. Это, кстати, легко понять. Там, вроде как, должна присутствовать дополнительная лестница, если эту штуку можно прострелить. Надеюсь, игра, кстати, не слишком громкая для вас. Окей, вечер добрый. Да, и вот тот самый флаг. Ну, блин, серьезно, вы видите, у меня крашнулась игра. Потрясающе просто! Вот, я только хотел сказать... Ладно, не важно. Окей, ладно, я потратил еще часть времени, конкретно минут 20, для того, чтобы добраться до сюда. Ну, короче, что я хотел сказать? По флагу вы до сих пор не поняли, да, что это такое? Как бы, ага, а там уже у нас есть джиггернауты. Как видите, в этот раз, кстати, я не стал брать дополнительную амуницию, просто потому что я тупанул. Ну, ладно, это стандартная практика, это же мое прохождение, правильно? И, собственно, да, финальный босс, это значит джиггернаут, который там находится. И, кстати, возможно, я не уверен, но он там будет один. Давайте спустимся. Наверное, это хреновая идея, но просто они сами тебя здесь не пикают. В общем, флаг готов. Да, это концовка карты. И осталось победить только финальных противников. Вот здесь вот, в финальном ущелье, да, которые тут остались. Но, по-моему, это такое себе. Они еще и простреливают меня. Джиггернаут, потрясающе. Ладно, я здесь сам, на самом деле, тупанул из-за того, что не взял дополнительное вооружение. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, мужик. Самое главное, чтобы этот мужик просто пикал почаще. То есть, я понимаю, у него там основная задача это именно сидеть внутри, но тем не менее. И нет же здесь такой хрени, то что у джиггернаута просто бесконечное хп будет. Кстати, да, почему я не пользуюсь осколочными? Это же реально чисто такой чизи способ, как я люблю говорить. Так, давай еще. Здорово, джиггернаут. Джиггернаута же решил сменить позицию именно в тот момент, когда я решил покидать осколочные гранаты. О, потрясающе. Ладно, шутки шутками, но пора уже сваливать и заканчивать эту мапу, на самом деле. Ну, в общем, я ее прошел раза с восьмого. Вот, серьезно, без шуток, я готов-то признать. Карта действительно достаточно хардкорна. Притом, из-за этих всех попыток я только один раз, получается, попал именно в яму, из которой уже не смог выбраться. Paradox Dream Welcome You. Это, собственно, у нас с вами концовка данной карты. Да, здесь можно, как говорится, выпить, закусить и взять ножик. Ну, вы поняли. Итак, собственно, теперь разглагольствование, да, на эту тему. В общем, кто-то так и не понял, это был ремейк на самый первый уровень из игрушки Марио. По-моему, как раз-таки 85-го года, которая на Нессе была. То есть, как видите, вот эти вот блоки, которые сверху были со взрывчаткой. Ну, взрывчатка здесь, наверное, просто по приколу была, да, поставлена. Просто как объект какой-то. Флаг, как бы, который находится в конце уровня. Трубы с бонусными локациями, да, с бонусными уровнями. И, конечно же, финал, куда, собственно, Марио заходит, чтобы переместиться дальше. Ну, вот как-то так, дамы и господа. Вот такой сегодня у нас получился видеоролик по кастомным картам Far Cry 3. Достаточно сложная, достаточно хардкорная карта. Надеюсь, что вам это дело понравилось. Надеюсь, что вы досмотрели данный видеоролик до конца. Не забывайте оценивать его пальцем вверх и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Если у вас еще какие-то интересные карты для третьего Far Cry, на которые я мог бы посмотреть, просто напишите их название в комментариях. Ну, а дальше мы с вами отправляемся за самой страшной картой. Да, такая тоже есть. И, поверьте мне, будет достаточно интересно. Всем желаю удачного дня. Пока. Услышимся.